Улица Чайковского За последние полтора года, как заворачивать к нам на этом сверточке, произошло как минимум три крупных дорожно-транспортных происшествия. Здесь в основном водители не соблюдают скоростной режим, и как предупреждение мы поставили вот этого полицейского. Несут свою вахту фигурки уже около полугода и не всегда в одиночестве. Настоящие сотрудники госавтоинспекции частенько патрулируют этот участок дороги, ведь нарушителей здесь действительно немало. Руководство центра обращалось в ГИБДД с просьбой обустроить рядом светофор или пешеходный переход, но поддержки не нашло, поэтому борется с лихачами доступными ему средствами. Фигурки полицейских переехали на столбы из небольшого парка на территории центра. Стоит отметить, что там подобных украшений множество. Сделали здесь территорию для отдыха, то есть поставили лавочки, качельки и стали появляться фигурки. Потому что у нас приезжает очень много людей, ну скажем так, с ограниченными возможностями, и детей, и взрослых. И бывает, что они у нас находятся на территории центра практически по целому дню. Кто-то ждет автобус, кто-то ждет свое изделие, когда доработается. И для отдыха им сделали вот такой типа парка. Начиналось все как обычно с малого, постепенно набирая обороты. Сейчас в мини-парке около 40 садовых фигурок. Особенно любимы посетителями персонажи из известных советских мультиков. Заяц, волк и, конечно, крокодил Гена. Его даже пришлось подкрашивать. Краска не выдержала частых объятий. На игрушках работники центра не остановились. Это большая, красивая, а главное удобная качеля, единственная в своем роде. Другой такой нет нигде в мире. Штучное изделие собственноручно смастерил сварщик Центра технического обслуживания инвалидов. На работу ушло две недели. И все для того, чтобы посетителям было приятно здесь находиться. Большинство жителей города эту красоту вряд ли когда-нибудь оценят лично. Люди заезжают на территорию центра исключительно по особой надобности. А вот фигурки полицейских на столбах может увидеть каждый. Одних они оставят равнодушными, других немного удивят, кому-то просто поднимут настроение. Остальных, пусть совсем немногих, предостерегут от нарушений правил дорожного движения. Большего от них никто и не ждет.